Один из семи великих мудрецов Древней Греции, Скиф Анахарсис, наш с вами соотечественник в каком-то смысле, в молодости очень любил путешествовать. Правда, тогда еще древние греки не знали, что он из семерки их великих мудрецов. Но узнали. И вот каким образом. Однажды Анахарсис путешествовал, путешествовал и оказался в Афинах перед домом самого салона легендарного мудреца Чеслава Гремела по всему свету. Салон уже тогда был древними греками номинирован в семерку мудрейших. Анахарсис подозвал раба и попросил передать хозяину, что он пришел издалека и хотел бы познакомиться. Через пару минут раб явился с холодным отказом. Хозяин сказал, что приличные люди знакомятся у себя дома. Тогда Анахарсис вновь попросил раба вернуться к хозяину и передать следующую фразу. Но ведь салон у себя дома. Так в чем же дело? Раб ушел и передал. И тут же сам салон уже выбежал к воротам, чтобы пригласить такого мудрого иностранца в дом. Заодно и познакомились. Очень рад познакомиться. Очень рад. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. И так мне вздумалось сегодня поговорить о правилах хорошего тона. Почему бы, собственно, нет? Ведь это очень важная штука даже в повседневной жизни. Вот тут я нашел книгу «Правила хорошего тона позапрошлого века. 1889 год». Интересно было примерить правила того времени к современной жизни. В целом все понятно, но есть и нюансы. Умение держать себя в обществе достигается путем внешней полировки и приобретается только с детства путем воспитания. Женщина более доступна внешней полировке, нежели мужчина. А вот еще чтение полезных для ума и сердца книг бывает вполне достаточно, чтобы обрести знание правил этикета и стать вполне приличным человеком. К сожалению, в наше время чтение полезных книг заменило общение в интернете, в социальных сетях, а потому на пути превращения мальчика или даже девочки во вполне приличного человека могут произойти некоторые казусы. Вот в этом скверике недавно, значит, девочки-подростки сидели. Ну, просто стайка девочек сидела. Стайка девочек-подростков сидела, пиво пила. А? Ну, кто пиво, кто водку. И вдруг видят, мимо них идет чемпион мира по боксу. Пьяный в дым. Три метра роста. Ну, три-три десять. Идет мимо с нехорошей целью. Чем все кончилось? Получил он бутылкой по голове. Вот. Хорошо еще трезвый оказался. Рана быстро заживает. Рост измерили, точно, метр пятьдесят шесть. Композитор. А девочкам откуда было знать, бандит он или композитор? Сейчас же не отличишь. Вот еще несколько выдержек из этого старинного свода правил хорошего тона. Прогулки могут быть совершаемы трояким образом. Пешком, верхом или в коляске. И одежда должна соответствовать этому виду прогулки. Например, дамам совершенно недопустимо отправиться в роскошной шляпе с широким полем на пешую прогулку. Подобная шляпа приличествует только во время передвижения в коляске. Да, не знаю, как в коляске, но в такой шляпе лично я не рискнул бы даже передвигаться на автобусе. Михаил Жванецкий, сообразуясь, конечно, исключительно с правилами хорошего тона, советовал пропускать женщин вперед, чтобы потом не оглядываться. А что у вас с шеей? Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я. Женщины должны избегать пристально смотреть в глаза встречным, проходящим мимо них, в особенности мужчинам и собакам. Это вам подтвердит любая собака. От себя же добавлю, даже заговаривать с незнакомыми людьми без необходимости не следует. Здравствуйте, дедушка. Здравствуйте. Да-да, я вам. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Что-что? Нет, мы с вами не знакомы. Нет. Я просто так. Я иду, вижу, вы вздыхаете. Как ваше здоровье, дедушка дорогой? Нет, я не из поликлиники. Нет, нет, и не от Дины, нет. Я не знаю Дины, я просто прохожий. Я переходил улицу и решил спросить, как ваше здоровье, потому что погода отличная, настроение у меня великолепное. Как ваше здоровье, дедушка дорогой? А ну хорошо, не хотите отвечать, да? Не надо, до свидания, будьте здоровы, всего вам доброго. Что? Нет, я вам клянусь, я вас не знаю. Честное слово, я вас вижу в первый раз. Просто прохожий, да. Просто... Ну, до свидания. Всё. Отец, идите своей дорогой. Да нет, ну я же вам уже всё объяснил. Нет, я ничего не думал. Нет, мы не работали вместе. И не учились. Дедушка, как мы могли учиться вместе? Я же говорю, я просто прохожий. Я просто переходил улицу и решил спросить, как ваше здоровье, потому что погода отличная, настроение у меня великолепное. Чего, 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 чего? Нет, дочь вашу Зину, я не знаю. И в Саратове не был никогда. Я просто прохожий. Просто переходил улицу. Решил спросить, как ваше здоровье, потому что погода отличная, настроение у меня великолепное. Было. Ну, не хотите, отвечать не надо. До свидания, будьте здоровы, всего вам доброго. Слушайте, вам куда? А мне в таком случае налево. До свидания. Папаша, 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 бросьте это дело. Бросьте. Не приставайте ко мне на улице. Что, почему? Потому что я вам уже все объяснил. Я тебе говорю, я шел, у меня было хорошее настроение. Я спросил, как твое здоровье, чтоб ты не дошел. Ну, я в жизни тебя не видел и горя не знал. Что ты ко мне пристал? Переходи на другую сторону, у меня терпение кончается. Ну, какой у тебя родственник? Посмотри на мой вал лица. Какой из Саратова? Какой из Саратова? Я, может быть, из этого, из этого. Из Киева. У тебя есть там родственники? Нет? Ну, и годись отсюда. Слушай, дед, а ну, давай быстро набирай обороты. Нет! Если бы ты был моим родственником, я бы на себя руки наложил давно. Все, я последний раз тебе говорю, я шел, у меня было хорошее настроение. Ну, я не виноват, я сейчас разворачу мостовую, я найду тот кирпич, в котором тебя, дед, уйди. Да и умереть спокойно. Граждане, братья, что ж такое делается? Мне 30 лет, я сегодня защитил диплом. У меня жена красавица, вот фотография жены. Дети умники, вот метрики детей. Я ему говорю, дед, уйди. У меня все впереди. А он ходит за мной целый день, с самого утра. О, солдат, подержи его, держи его, солдат. А я пошел. Все, спасибо, дорогой. Пока. Кинодива Бриджит Бардо однажды высказалась так. Этикет – это умение зевать закрытым ртом. Это не просто. Хотелось бы взглянуть, как это получалось у самой Бриджит Бардо. По крайней мере, в этой старой книге рекомендуют прививать правила хорошего тона на собственном примере и с детства. А вот тут и начинаются проблемы. Воспитанница детского сада говорит родителям, я не знаю, чем вы там занимаетесь в выходные, но в понедельник за завтраком ваши дети чокаются, кружками ща. А что такое хорошее воспитание? Вот Антон Павлович Чехов в своем восьмом издании своих полных сочинений очень хорошо об этом сказал. Он сказал, хорошее воспитание не в том, что ты, сидя со столом, не разольешь соус на скатерть, а в том, что не заметишь, если кто-нибудь это сделает другой. Как здорово сказано. Не заметишь. Вот я теперь стал жить по Чехову. Если кто за столом напакостит, я молчу. Ничего, сижу и молчу. Ну и, конечно, все замечают, что я хорошо воспитанный человек. И вот как раз подвернулся такой случай. День рождения жены. Собрались гости. Ну, там, родные, знакомые, сослуживцы. Послуживцы постояли так немного, поговорили о хоккее, и сразу все за стол. Сидим так, едим. Хорошо так едим. Никто соуса на скатерть не разливает. Потому что я вижу, что собрались-то все очень хорошо воспитанные люди. И вдруг один гость, это Куликов, потянулся за бутылкой и нечаянно опрокинул фужер с пивом. Прямо на скатерть. Я молчу. Ничего, сижу и молчу. Только так поглядываю на всех. Но я замечаю, что никто не замечает, что я не замечаю, как он пиво-то разлил. Мне как-то стало обидно. Я так тихо говорю. Я говорю, хорошее воспитание не в том, что ты, сидя за столом, не разольешь соус на скатерть, а в том, что не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. Тогда гость Куликов вскочил и говорит, да никакого соуса я на вашу скатерть не разливал. Я говорю, при чем тут соус? Да соус тут ни при чем. Я говорю, а я вижу, что ко мне собрались все хорошо воспитанные люди. Вот. Вот вы залили пивом в скатерть. А ведь никто даже глазом не моргнул. А скатерть-то дорогая, новая, вчера только купленная. Тогда гость Куликов так заволновался, у него даже руки затреслись от волнения. И он нечаянно уронил тарелку на пол. Ну, тарелка, конечно, вдребезги. Я молчу. Ничего, сижу и молчу. Ну, я вижу, гость Куликов до того разволновался, что он даже побелел от волнения. Тогда я говорю, перестаньте волноваться-то. Ну, бог с ней с тарелкой-то. Хотя она и антикварная. Я говорю, саксонский фарфор. Когда он услышал про саксонский фарфор, сразу бросился собирать осколки. И нечаянно зацепил скатерть. Ну, тут со стола посыпались все, бокалы, фужеры. Все посыпалось. Все молчат. И я молчу. Сижу и молчу. Ничего, как будто мне не жалко. Я даже губу так закусил, вот так вот. А потом даже начал что-то веселое насвистывать. Тогда жена Куликова вскочила и говорит, «Зачем вы третируете моего мужа?» Я говорю, кто его третирует? Никто его не третирует. Мы просто стараемся не замечать его хамства. А он же одной посуды только разбил, наверное, рублей на 62. Я говорю, и вы тоже хороши. Своей вилкой в общий салат лезли. Так я этого не заметил даже. Ну, тут жена Куликова почему-то заплакала сразу. А гости начали возмущаться. Один гость этот, родственник моей жены, вскочил и закричал, «Уйдемте отсюда, над нами здесь издеваются». Я говорю, кто над вами издевается? Никто над вами не издевается. Да вы тоже хороши. Пришли тут, понимаете, все полы замызгли. Пьете не в меру. Я стараюсь этого не замечать, а вы еще-то вякаете. Ну, тут половина гостей вскочила и сразу пошла в раздевалку за этим, за пальтом. Ну, и вторая половина тоже, конечно, расстроилась, как все загрустили. И тоже начали расходиться. У нас сейчас с собой какой-то тяжелый осадок и по два апельсина. Я ведь к чему вам, товарищи, это говорю? Вот наступают праздники, так вы будете собирать гостей. Так приглашайте только хорошо воспитанных людей. А то вот попадется вот один такой, он вам весь праздник может и впортить. Умение делать комплименты – одно из важнейших в правилах хорошего тона. Если вы не знаете, какой комплимент сделать человеку, скажите ему, что он очень эффектный. Пусть сам гадает, какой именно эффект он на вас произвел. Учиться искусству делать комплименты надо у продавцов. Загляните на барахолку, вещевой рынок, в конце концов, в любой дорогущий бутик. Изящество больше, а суть одна и та же. И вы узнаете, какие вы сексуальны, стильны и вообще неотразимы. Продавцы же не врут. Тугая сяшка-то стучка у меня несколько широковато сидит. Обыкновенно сидит. Очень миленько на вас сидит. Я чувствую, что широко. Откуда широко? Оно даже как бы скорее узко на вас. Очень миленько на них сидит. Нет, знаете, что-то не то. Плечи режет. Нет, узко мне. Узко. Чувствую, что узко. Да вы ж только что говорили, что широко. Я говорил широко. Я говорил узко мне. Дышать трудно. Да где же узко? Ну где? Скорее уж широко. И широко? Пёс его знает. Ей-богу. Широко. Я говорил широко. Они сами не понимают, чего они хочут. Однако комплименты отнюдь не следует смешивать с тем отвратительным пороком, который называется лестью. Поэтому мужчинам не следует забывать, что они, мужчины, в среднем получают по два комплимента в жизни. Первый, у тетю, какой хорошенький малыш родился. И второй, он был очень хорошим человеком. А женщинам нужно помнить, что комплимент безумно красивый происходит от фразы без ума, но красивый. Милый, у меня к тебе серьёзный разговор. В последнее время я чувствую недомогание. Это у тебя от телевизора. Нет, у меня другое недомогание. Ты перестал мне одомогаться. Перестал делать мне комплименты. Ты чё, перегрелась, что ли? Она же давно женатая. Зачем тебе это всё? Как зачем? Женщина любит ушами. Понятно? Комплименты её греют. Скажи, что я добрая, нежная, ласковая. Чё, я врать буду, что ли? Ну, соври хотя бы раз. Давай, посмотри на меня. Скажи, какие у меня глаза. Заведущие. Да нет. Какого цвета мои глаза? Левые или правые? Оба. Ну, придумай какое-нибудь красивое сравнение. Скажи, твои глаза, как два агата. Такие мутные. Боже, с кем я живу, а? Хорошо, хорошо. Твои глаза, как два рубильника. Рубина, рубина. Такие красные? Ну, вот видишь, не получается. Отстану. Не отстану. Давай, скажи, какие у меня брови? Нарисованные. Ну, а ты представь, что они нарисованные. Скажи, твои брови тонкие, как крылышки. Колбис. Смотри, какие у меня губы? У тебя губа не дура. Я тебя спрашиваю, какой формы мои губы? Сейчас бантиком. Когда с лишним именем. Морским узлом. Смотрите, какой нахал. Так, быстро говори, какая у меня фигура? Ладья. Какая еще ладья? Я тебя спрашиваю, какая у меня фигура? С ног шибательная. Помню, ты торопилась посмотреть свой сериал. И своей фигурой так шибла мою фигуру. До сих пор копчик валит. Что ты такое говоришь? Ну-ка, быстро скажи мне. Ты молода и красива, как тургеневская девушка. Милая, ты тургеневская девушка. Байзаковского возраста. Ну, ты можешь сказать хоть одно ласковое слово мне? Я от тебя отстану. Хорошо, хорошо. Как ты хочешь, чтобы я тебя обозвал? Назови меня солнышком. Солнышко встает в 6 утра, а ты мне раньше 11. Хорошо, назови меня рыбкой. Рыбка молчит, а ты строчишь, как пулемет. Слушай, ты скучный зануда. Зато ты веселый находчивый. Найдешь заначку и веселишься. Да ты даже не заметил, что на мне сегодня новое платье. На тебе каждый день новое платье. Вот куда все деньги уходят. Что ты понимаешь? Это последний писк моды. Что за странная тетка эта ваша мода? Каждый день издает последний писк и при этом не сдохнет никакой. За что я только тебя полюбила? Любовь зла. Вот ты, мой козлик, сегодня останешься без ужина. Подумаешь, я к соседке пойду ужинать. Ты иди, тебя никто за рога не держит. Ты чего говоришь-то? Зачем с рога? Ты чего говоришь? Ты на что намекаешь? Я не намекаю. Я предупреждаю. Еще раз услышу про соседку. И можешь в своей шляпе сверлить дырочки. Правильно мне моя мама говорила. Он тебе не пара. Не парься с ним. За что я люблю твою маму? За то, что она живет в Тамбове. Все. Ты бесчувственный игорист. Я звоню маме и говорю, чтобы она завтра приехала. Солнышко, не надо нам никакой мамы. Рыбонька. Любимая. Мне тебя одной хватает. Ты же единственная, красивая, неповторимая. Вася, ну какой же ты ласковый. Ведь можешь, когда захочешь. Главное знать, как тебя напугать. Это точно. Традиции и обычаи придают местному этикету особый аромат. Невозможно считаться человеком приятным во всех отношениях, нарушая местные обычаи. А они, эти традиции и обычаи, могут быть весьма оригинальными и непростыми для неподготовленной души чужака. Помните, то, что русскому хорошо, то немцу смерть. Есть прекрасная традиция в нашем коллективе каждое замечание шефа считать тостом. Будьте здоровы. Нет, так нельзя. Тостоемый пьет до дна. Я понимаю. Я за вас выпил. Значит, вы тостуемый. Я до дна. И вы до дна. Такой у нас порядок. Василий Игнатьевич. Спасибо. Я все. Василий Игнатьевич, оставь. Ну, что ты носил? Ну, видишь, человек не привык. Я же выпил. Нет, все народы мира должны с ним пить. Профессор, я обижусь. Вот и хорошо. Стоп, стоп. Я больше не буду. Мне работать. Ну ли ты? Не обратно же выливать, Павлович? Ну, что на нас подумаешь? Ну, ладно. Только учите последнее. Будем здоровы. Будем здоровы. Будем здоровы. Ваше здоровье. Будем здоровы. Тастующий пьет до дна. Биво, я пошел мне работать. Погоди, ну что ты. Так у нас не положено, Павлович. Теперь надо посидеть. Ну, что ты. Хорошо, сидим. Давно прошли те времена, когда по силе и мощности наших алкогольных традиций и обычаев мы были впереди планеты всей. Но память, память-то осталась. Один за всех, все за одного. Обычай такой. У всех. У китайцев, у еврейцев, у дональцев. У нас в России свои обычаи. Вот дядя Колик, когда помер, дай Бог каждому. Опился на радость. Только он помер. Сразу мы выпили с горы. Это обычай такой. Никто не знает, потому что вам обязательно надо выпить. Но все знают, что обязательно надо. Это обычай такой. Выпили. Тут гроб привозят. Тоже вот обычай. В гробах родить. А гроб это обновка. Никто не знает, откуда пошел обычай обновки омывали. Купить на сто, обоих на тысячу. Ну, сидим, обылаем, родственников, жемки. Кстати, жара была за 30 градусов. Дядя Коля даже не протух. Да, у нас в роду, все это. Дядя Федя, когда помер, лютой смерть. Во сне. Вот ему все время один и тот же сон снился. Будто водка в магазине кончается. И он кое-как успевал последнюю бутылку купить. А в тот раз, видать, не успел. Вот и помер во сне лютой смертью. Тетя Клава, жена его, зашла в комнату, говорит, где-то с утра надрался, сволочь. И вот так вот она месяц к нему заходила. Или два. Вишня в мавзолее лежала, как вишня живой. Ну, собралась вся родня, дядя Колин, все по бычу. Собрались и на кладбище, все по бычу. Выстроились, кто за кем. Впереди двое венок несут от жены, от детей. Все по бычу. Тронулись и на кладбище, с километр прошли, хоп, гроб забыли. Возвращаться нельзя? Удачи не будет. А отрядились шесть человек, через сколько там бегут те с гроба. Только тронулись и свадьба навстречу. А это ж обычный такой, кто свадьба попадется на пути, обязательно должен выпить за здоровье молодые. Обязательно. Это обычный такой. У нас все выпили. Даже дядя Коля с гроба поднялся, выпил. А то ни за что не пропустят. Выпили. Тут кладбище. Жена сразу заголосила, ой, заройте меня вместе с ним. Тоже вот обычный. Но, зарывать не обязательно. И, когда землю стали бросать, она это побыстрее отошла. Это у нас был случай. Хранили дядю Витю, а зарыли дядю Сашу. Ну как, он поскользнулся? А все же на поминки торопились. А почему торопились? А другой случай был, когда дядя Сережа помер в городе в буфете. Его в морг жене телеграмм та корову продала, чтобы поминки справить. Накрыла стол. Поехали все в город за дядей Сережей. А дядя Сережа в морге продышался. Через окошко домой прибегая домой никого нету. Полон стол выпивки. А он же в морге три дня не евши не пив. А почему мы торопились на поминки дяди Коли? Ну прибегаем дяди Коли нету, слава Богу. Стали его поминать добрым словом, чтоб ему там на том свете было хорошо. Тоже вот обычай. Считается, что чем больше ты пьешь, чем тебе хуже, тем ему там на том свете лучше. Помянули, стали разъезжаться, тут пассажок надо выпить. Тоже вот обычай. Считается, что если не выпьешь, то не доберешься. А если выпьешь, то можешь и доберешься. У нас и все выпили. Дядя Петя не стал, он помер. Ну а как, поднесли зеркало губам, не понять, поднесли стахан водки и не берешь, значит помер. Сразу мы выпили с гора, сели родню ждать, тут гроб привозят. Ну, это уже другая история. А это, как говорится, закончилось. С окончанницем Вася. Тоже вот обычай с окончанницей пить. У нас их много хороших обычай. С каждым витком истории люди старшего поколения отмечают падение нравов. Современная молодежь с их точки зрения теряет все рамки приличия. А вот в наше время, ну, продолжение этой фразы каждый слышал еще в своей молодости. Таким образом, получается, если спуститься по цепочке вглубь веков, то самая благовоспитанная и культурная молодежь была во времена неандертальцев. Да и, вероятно, старожилы племени вспоминали о том, что обезьяны, когда еще не были людьми, вели себя значительно приличнее. Гляньте, вот отсюда спири, ну, хуй! Хулиганим? Хулиганим? Что-что? Да что вы, товарищ начальник, развлекаемся. Нет, ну почему развлекаемся? Не унижайся, пошли на него звезду. Товарищ начальник, вы понимаете, это же известный спортсмен, стайер, специалист по длинным дистанциям. То, что специалист, это нам ясно, и, судя по всему, большой специалист. Пройдемте, граждане, здесь дистанция небольшая. Рядом. Впрочем, если говорить чуть более серьезно, то доля здравого смысла в этой глупости есть. Вот здесь, в кодексе хорошего тона позапрошлого века, написано, что прилично воспитанным барышням неприлично и недопустимо даже видеть непристойные сны. Если все же такой гадкий сон ей приснится, то благовоспитанная барышня должна, отнюдь не увлекаясь любопытством, немедленно проснуться и перевернуться на другой бок. Самое большое, что может позволить себе воспитанная барышня до замужества, это девичник, на котором она распрощается со своей девичьей жизнью, а старшие подруги и родственницы дадут ей советы и наставления в отношении грядущей семейной жизни. Конечно, девичник, как обряд, бывает и в наше время, но проходит он несколько иначе. «Ну, Машка, завтра будешь не верь». «Твой ветер ветку клонит, не эта, бравушка, шуми». «Той мое, мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит». «Ой, Машка, я не могла бы хоть, да, «Мое сердечко стонет». «Тебя, наверное, интересует вопрос». «Когда будет мужской стриптиз?» «Девочки, я не поняла, вы меня зачем сюда притащили?» «Зоя». «Ой, Зоя, хоть раз жизнь на голову мужика посмотришь». «А что я там не видала, господи?» «Ну, ладно, не видала. Иногда, конечно, меньше глядеть там. «Да». «А иногда, извини меня, глаз не оторвать, честное слово». «Э, где ты такое видала?» «Ой, где? В музее». «Нет, Давид, Миколанджелус». «Вольно как». «Да». «Так вот, Машенька, тебя, наверное, интересует вопрос». «Когда будет стриптиз?» «Да нет». «Не этот вопрос, другой». «Какой?» «Что такое семейная жизнь?» «Что такое семейная жизнь?» «Вот чё». «Семейная жизнь, Машка, это штука сложная. Господи. Ей не надо пока рано ездить. Не готова. Но ты, Машенька, идёшь правильным путём. Как говорится, каждая женщина должна хотя бы один раз выйти замуж, чтобы про неё не думали, что она, блин, слов забыла. «Одинокая». «Одинокая, Класска, одинокая». «Так вот, Машенька, возраст у тебя самый, так сказать, брачный. В 20 лет замуж выходят только дуры». «Я в 20 лет первый раз вышла». «Я же говорю, видите, в 20 выскочат, потом разводятся, в 30 опять выскакивают». «Я в 30 тоже замуж вышла». «Машенька». «Я же говорю». «А в твоём возрасте, Машенька, замуж выходит, потому что выйти больше никуда». «Маш, а сколько тебе лет?» «Много ей, Зой, в девках столько не живут». «Я живу». «Зоя, Зоя Камышовка, давай выпьем сато, чтобы на тебя какой-нибудь мужик глаз положил». «А на кой мне его глаз? Пусть что-нибудь другое положит». «Руку, например, давай клаван, давай». «Машенька, ну вот спроси меня, сколько раз я замужем была?» «Сколько?» «Семь, семь раз, Машенька, но лучше бы я вышла один раз за семеры». «Так вот, вопросов много, и главный из них когда будет трепетить». «Да чёрт с тобой!» «Ой, девочки, а теперь сюрприз!» «Посмотрим!» «Я не знаю, воно всём. Оу! «Я не знаю, воно всём. Я не знаю, воно всём. Субтитры сusedми». «Сурунная музыка» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе Мне кажется, это самое главное правило хорошего тона Ну вот теперь, собственно, и все Спасибо вам за ваши улыбки Всего вам доброго Берегите себя До встречи!